Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. И мы с вами на новом объекте. Дом недавно обрел нового хозяина. Заказчик хочет сделать из холодного чердака обитаемую мансарду. Мы это умеем. Меняться будет все. Мы будем усиливать перекрытие, формировать новый лестничный проем, переделывать и утеплять крышу. Вообще заказчик капитально не планировал менять кровельный материал, потому что дом только куплен. Но я приехал на диагностику, сделал осмотр кровли. Кровля изначально делалась как под холодный чердак. Качественно утеплить гарантированно у нас не получится. Я рекомендовал переделать. Такое огромное помещение, 13 на 12. Грех его не использовать. Капитальные здесь стены есть, чтобы усилить. Перекрытие будет у нас деревянное, но мы усилим двутавром дополнительно металлическим. Лестничный проем. Он будет в этом месте. Здесь как раз лестничный марш межэтажный. Вот эту часть изменим, чтобы можно было подниматься беспрепятственно. Тут стояли подпорки, которые мы убрали. Она стояла буквально в этом месте. Нам пришлось ее перенести, чтобы сделать площадь максимально полезной. И такая стойка стояла в каждом углу. За счет чего мы усилили. Сделали спаренные ригеля. Они держат между собой два ската. А поверх них сделали еще поперечные ригеля. Они держат остальные два ската. Четырехскатная вальмовая кровля. Она стала монолитная, что позволило нам сдвинуть эти стойки чуть дальше. Мы уже производим демонтаж. На данный момент, слышите, идет дождик, накрапывает. Вскрыли скат. Временно накрываем на ночь тентами. Потому что здесь все-таки перекрытие деревянное. Утеплитель, не замочить это все. Отопление в доме есть. Посегментно в домах с отделкой так и нужно делать. Один скат делаем, утепляем, закрываем под гидроизоляцию. Переходим на другой. По замыслам заказчика, он планирует здесь сделать бильярдную. И такую зону отдыха. Ну, потолки здесь 3 метра. На чердаке это роскошь. Мы вставим здесь пару мансардных окон. Чтобы, естественно, дневное освещение было. Я ему предлагал больше. Но заказчик говорит, два окна достаточно. Это будет вечерняя зона отдыха. Ну что ж, квадратные метры лишними не бывают. И мы это сделаем. Мои мастера говорят, что провисание кровли достигает, вы представляете, 5 сантиметров провалы. Эту работу по выравниванию мы уже сделали. Идем дальше. Наш заказчик решил не менять общую концепцию этого дома. Заменить битумную черепицу на такую же. Но осложняется это тем, что сейчас... Но осложняется это тем, что сегодня 25 октября. И температура понижается. Практически все производители битумной черепицы рекомендуют производить монтаж своей продукции в теплое время года. А именно до плюс 5. Но обстоятельства бывают разные. Например, как у нас. Мы приступаем к кровле. Сейчас конец октября, а работы у нас еще точно на месяц. И я уверен, мы войдем в минусовую температуру. Битумная черепица из окисленного битума точно не подходит для зимнего монтажа. Если уже вы зашли в минусовую температуру, рекомендую планировать и покупать материал только СБС модифицированный. Когда окисленный битум сжимаешь, он сразу лопается. А СБС модифицированный, он очень гибкий. И на морозе он не лопается. СБС модифицированный, он очень гибкий. Прошла ровная неделя наших работ. Здесь мы делаем ремонт кровли сегментарно. Выравниваем крышу, утепляем, сделаем кровельный материал и перемещаемся на следующий сегмент. Мастера формируют оконный проем. Здесь у нас стропильные балки 50 на 200. Добавляем брусок 50 мм для увеличения утепления. Суммарно здесь будет 250 мм утепления. И еще задача верхнего бруска выровнять плоскость. Кровля делалась порядка 10-12 лет назад. Этот дом стоял, не эксплуатировался. Кровля сделана так, на 3 с минусом. Это хорошо видно по креплениям, по маулату, по запилам. Так, а что у нас с дымоходом? Не могу понять, зачем мы его обшили. Там есть облицовочный кирпич? Я не знаю. Так дело не пойдет. Я обязательно доложу об этом заказчику. И мы решим, что с ним делать. Потому что, раз уж мы здесь, на кровле, надо эту проблему решать. Разобрать, что там посмотреть. Флюгарку надо менять обязательно. Она мала для этого дымохода. Крышка флюгарки, колпака, не закрывает полностью дымоход. Вот эту всю отделку подгоняли под нее. Забрались мы на потолок нашей мансардной кровли. С одной стороны спаренные ригеля. И в обратном направлении еще идут ригеля. Для того, чтобы кровля стала вообще монолитной. И за счет этого мы убрали подпорки, которые мешали будущему дизайн-проекту. Это пространство нужно качественно все утеплить. Это будет холодный чердак. Сюда доступа уже не будет. Здесь будет такая же атмосфера, как в египетских пирамидах. Закрыли фараона и забыли. Мы последние, кто здесь находится. Мы здесь закроем и уйдем. На этой мансарде мы решили использовать новинку на рынке теплоизоляции. Это КНАУФ НОРД. Стекловато, ребята, это прошлый век. Сейчас с этим вредным для здоровья материалом мало кто работает. А этот минеральный утеплитель экологически чистый. Более того, из всей линейки современных утеплителей, безопасных и экологических, КНАУФ НОРД самый чистый. Вы только представьте, производство этого материала контролирует искусственный интеллект. Электронный мозг управляет процессом так, что появляется сверхупругое волокно. Большинство производителей для скрепления волокон используют фенолформальдегидные связующие. Но тут этого нет. Фенолформальдегидные и акриловые смолы забудьте. Если вы приобретаете этот материал, то будьте уверены, фенолформальдегид в производстве не применяется. Есть у КНАУФ НОРД современные технологии ЭКОС и ФАНФАЙБЕР. С их помощью они производят однослойную, сверхтеплую, упругую плиту утеплителя КНАУФ НОРД. После того, как мы утеплили скат кровли, приступаем к монтажу гидроизоляции. Рулон раскатывается прямо поверх утеплителя, потому что в нашем случае используется супердиффузионная мембрана. То есть мы монтируем однослойную систему вентиляции. После гидроизоляции приступаем к монтажу контрабрешетки из бруска 50 на 50 мм. Брусок крепим сверху гидроизоляции к стропильной ноге. Между ними устанавливается специальный уплотнитель. В тех местах, где гвоздь пробивает гидроизоляцию между стропилой и бруском, уплотнитель надежно затягивает образовавшееся отверстие. После этого на бруски и контрабрешетки монтируем обрешетку из стесаной доски 25 на 150 мм. Для удобства и скорости мастера используют пневмомолоток Нейлер. Теперь настал черед влагостойких листов ОСП 3. Листы будут основанием для кровельного покрытия. При монтаже листов ОСП нужно помнить о необходимости устройства зазоров между стыками 34 мм. Нужно распускать на несколько частей лист ОСП, что требует инструкция производителя бетонной черепицы. Перед монтажом подкладочного ковра в зоне Яндовы рекомендуется установить специально запиленную рейку в самый угол Яндовы. Рейка сгладит острый угол скатов и защитит кровельное покрытие от механических повреждений. Сверху на листы ОСП монтируется подкладочный ковер. Монтаж ковра можно производить как горизонтально, так и вертикально. Но на скатах с острым углом, как на нашем объекте, лучше монтировать вертикально. Сверху на подкладочный ковер в зоне Яндовы раскатываем Яндовую Пинтери. Крепить Яндовую нужно только по краю гвоздями. В центре Яндовы или ближе к центру недопустимо никаких отверстий и другого крепежа. Только по краю. Вот скат кровли полностью подготовлен для монтажа битумной черепицы. Монтаж гонтов черепицы производится снизу вверх. Карнизный гонт крепим яршонными гвоздями. Нижний край карнизного гонта должен отступать от карнизной планки на 10-13 мм. Край карнизного гонта обязательно клеится битумным клеем к металлической карнизной планке по всему карнизу, по всему периметру. Далее яршонными гвоздями крепим штучные гонты битумной черепицы. Предварительно удаляем защитную пленку. Лепестки каждого последующего гонта перекрывают шляпки гвоздей таким образом, что в целом скат крыши кажется однородным. Также меняем водосточную систему пластиковую на металлическую. Для установки водосточной системы перед монтажом листов ОСП усиливаем крайнюю обрешетку на карнизе. Дополнительной доской 25 на 150 снизу. А сверху вырезаем пазы для кронштейнов желоба. В соответствии с размерами карнизов мастер высчитывает необходимую разуклонку по направлению к водосточной трубе. Полученные размеры переносятся на кронштейны и с помощью крюкогиба загибаются нужные углы. После установки кронштейнов монтируется водосточный желоб. Все стыки промазываем полиуретановым герметиком. Силиконовый недопустимо. Это дешевая имитация. Там, где по проекту предусмотрена водосточная труба, мастер формирует отверстие под воронок. Карнизную часть лобовой доски и фронтонную мы монтируем из тонколистного металла. Рекомендую использовать матовое подкрытие, потому что оно менее бликует от солнечных лучей. Чтобы избежать прямого крепежа и бликования, который создает этот крепеж, мы монтируем карнизную планку частями, либо сегментами, либо кассетами. Это очень удобный способ. Он предусматривает скрытый крепеж. Снизу крепится кляймером, а сверху мы монтируем на саморезы, которые прикроет боковая планка. Пластиковый софит коричневый решено оставить. Обновляем мы карнизную часть, фронтонные лобовые, так называемые. Делаем мы из металла тонколистного с матовым покрытием. Производим отделку свесов с сегментами. Производство находится у нас здесь по месту. Вот как выглядит сегмент один лобовой доски или кассета, как называется. У нас лобовая часть фронтонная, она очень широкая. Если сделать из глянцевого металла и крепить саморезами сверху, то на солнце будет бликование. Это будет некрасиво. А вот так будут соединяться две детали, и крепеж будет декорироваться, прикрываться. Таким образом смотрится, таким образом отделка карнизных свесов гораздо красивее. А производство мы всегда организовываем на объекте тонколистный металл. Его стандартная ширина метр двадцать пять на два метра. Также на объекты мы производим все комплектующие, которые необходимы к монтажу гибкой черепицы. Карнизные планки, ветровые, боковые, капельники конденсата. Все изготавливается здесь по месту, и это дополнительно позволяет сэкономить средства. Я не знаю, чьи ваши, заказчика, чьи хотите. Вот, ребята, скреативили. Излишки из обрезков совочек сделали. Надо же, прикольно. На этом все. С вами Лу Мороз Алисей, компания Кровмонтаж. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok